Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Родион Архипов. В минувшие выходные священный колокольный звон вновь объединил Россию, Украину и Беларусь. В каждом городе праздновали 1025-летие Крещения Руси. Главное торжественное богослужение в Чувашии провел владыка Чебоксарско-Чувашской епархии, митрополит Варнава. Несмотря на дождливую погоду, жители Чувашии по-прежнему спешат на божественную литургии, посвященную 1025-летию Крещения Руси. Недаром проходит она в Новочебоксарске, потому что именно здесь находится собор святого равноапостольного князя Владимира. Меньше чем за час собор наполнился верующими. Праздник значим для всех православных народов, ведь именно в этот день церковь чтит память киевского князя Владимира. Его выбор в пользу православной веры стал судьбоносным для всей Руси, а теперь и России. Владимир и раньше пытался объединить прославянские племена в единый народ, но никакие реформы не помогали ему достичь своей цели. Именно Крещение народа помогло князю Владимиру развивать государство, которое постепенно вышло на передовую линию в политическом, экономическом, культурном и духовно-нравственном развитии. Такие мероприятия еще более объединяют людей, тем более, когда такие даты актуализируются, и мы возвращаем историческую память, откуда мы произошли, кто мы и куда мы идем. Конечно, русский народ, народы, населяющие Россию, они несут свою миссию, будучи православными, неся добро людям. И люди, которые это чувствуют, конечно, они приходят в храм. Как отметил иерей Дмитрий Нестеренко, несмотря на 70-летнее атеистическое прошлое, вера у народа по-прежнему жива. Сам праздник Крещения Руси был учрежден только в 2010 году по инициативе Русской Православной Церкви. Наш храм величественный вот такой, имени князя Владимира. Наверное, что-то это значит все-таки для нашего города, вообще для всех, чего же. Потому что такой большой праздник, и владыка приехал, для нас это очень большая радость. Мы узнали, конечно, об этом давно, об этом празднике. Вот решили поучаствовать как-то, посмотреть. Мы сами не из Новочебоксарска, из Чебоксар. Но вот ради такого события решили приехать, посмотреть на богослужение. Мы говорим, мы казаки, воины Христовы. Для нас это праздник всегда. Каждый праздник мы встречаем с радостью. Крещение Руси – это общий православный праздник. Действительно, к нам сегодня приехал Варнава со священнослужителями всей Чувашской Республики, чтобы еще раз вместе с нашими горожанами, вместе с православными, объединиться духовно на благо нашего города. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Около тысячи учебных заведений в Чувашии должны быть отремонтированы к началу учебного года. Такие цифры назвал министр образования и молодежной политики Владимир Иванов. Подготовка школ к детских садов к 1 сентября стала одной из тем сегодняшнего совещания у главы Республики. Продолжит Татьяна Молокова. Сейчас в Чувашии ведется строительство трех новых школ. Это Шахобыловская в Урмарском, Татсугутская в Батревском и в деревне Яныше в Чебоксарском районах. Их вод в эксплуатацию намечен на осень. В этом году в Республике будут построены 11 детских садов. Начнется строительство и реконструкция еще 12. Владимир Иванов отметил, что два детских сада по улице Гладково в Чебоксарах и в Кугесях проблемные. Подрядчик задерживает сдачу объектов. Но пообещал, что в этом году дети смогут справить новоселье. Долгие годы не ремонтировались детские сады. С этого года мы запускаем проект ремонта и строительства, в том числе детских дошкольных учреждений. И 98 миллионов нам позволят дополнительно создать в детских садах за счет капитального ремонта около тысячи мест. На строительство и реконструкцию образовательных учреждений в 2013 году предусмотрено почти миллиард 200 миллионов рублей. В основном средство направляется на все учреждения образования. Но прежде всего акцент мы делаем в этом году на общую образовательную школу. Потому что заканчивается у нас проект трехлетний, который был направлен прежде всего на модернизацию общего образования. Не только в части изменения содержания образования, но и прежде всего в части укрепления материально-технической базы. Основное мероприятие, которое за счет текущего ремонта обеспечивается, это спортивные залы, очень важная тема, медицинские кабинеты. Все связано с сохранением здоровья наших детей, пищеблоки, с тем, чтобы обеспечить качественную подготовку пищи и охватить 100% детей горячим питанием. В этом году продолжится работа по обновлению материально-технической базы. Почти 600 миллионов рублей будет потрачено на новую мебель. Ремонт и замену охранно-пожарной автоматики, благоустройство территории и оснащение спортивным и современным компьютерным оборудованием. В этом году основной упор решили сделать на закупку оборудования для авиасуда и ракетомоделирования в инженерные классы. Кроме того, по закону об образовании в Чувашской республике, принятым в июле на сессии госсовета, все школьники должны быть обеспечены учебниками. На эти цели выделено 200 миллионов рублей. До 20 августа все работы должны быть закончены, резюмировал министр образования. Татьяна Молкова, Андрей Шоклев, Республика. До 1 сентября чуть больше месяца. И если в школах готовятся встретить учеников после каникул, то сами школьники гадают, когда будет День знаний – 1 или 2 сентября. 1 сентября в этом году приходится на воскресенье. Регионам самим предстоит решать этот вопрос. В Чувашии он пока остается открытым. Татьяна Трофимова решила выяснить, что же думают по этому поводу жители республики. Я бы хотела, чтобы праздник 1 сентября прошел на понедельник. Ну, воскресенье, потому что как бы выходной, и все хотят отдыхать. Воскресенье – это всегда день отдыха. Но это уже Господом как-то заведовано так, что в воскресенье мы все отдыхаем. Зачем нужно идти на работу, не понимаю. А с одного дня ничего абсолютно не решать. Мне кажется, понедельник. Вот я бы, например, ребенка отправила в понедельник. Если бы меня спросили, как у родителей, я бы сказала в понедельник. Я бы хотела, чтобы в воскресенье отправили детей в школу на линейку. Так как родители и бабушки все будут дома отдыхать. И будут иметь возможность. Да, и будут иметь возможность все-таки же присутствовать на праздновании 1 сентября. Мнения взрослых разделились практически 50 на 50. И в воскресенье хорошо бы отправиться в школу на праздничную линейку. И в понедельник тоже неплохо. Большинство школьников, видимо, уже соскучились по родным стенам. Мне кажется, в воскресенье, чтобы сразу учеба началась. Ведь дети получают знания в школе, а не для того, чтобы просто проводить там время. Я бы хотела пойти на торжественную линейку в школу в воскресенье. Потому что у мамы будет выходной, и она меня сможет проводить. В воскресенье. Ага. Почему? Потому что, чтобы раньше прийти в школу. Чтобы увидеть своих родных учителей. Выразить свое мнение, в какой день лучше праздновать 1 сентября, в воскресенье или все же в понедельник, могут все желающие. Это можно сделать, проголосовав на нашем сайте www.ntrk21.ru Или в группе «Национальная телерадиокомпания Чуваши ВКонтакте». Также свой голос можно оставить и на сайте газеты «Советская Чувашия». Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Чистые проспекты, ухоженные газоны, ровные выкрашенные бордюры. Наш город часто называют не иначе, как «Жемчужина Поволжья». Однако, стоит свернуть с главной улицы, и взгляду может открыться совсем другая картина. Расследование, откуда мусор, провела Ольга Пырочкина. Бумажки, окурки, пакеты и даже пластиковые бутылки. Вот такой райский уголок расположился практически в центре нашего города. Улица Кооперативная пересекает улицу Карла Маркса. Конечно, гуляющим по центру все эти красоты незаметны, чего не скажешь о жителях окрестных домов. Они шутят, что Кооперативную давно пора переименовать в помойную. Единственное время, когда мусора не бывает, а вернее не бывает видно – это зима. Гора эта мусора растет, видимо, все время. То есть она не исчезает, я так думаю, вообще никогда. Просто она временно скрывается под снегом зимой. И как только снег растаивает, тут гора гораздо больше уже. Просто все усеяно. Ну, после схода снега, видимо, убирают как-то один раз. А потом она периодически просто все время. Вот даже сложно вспомнить, были ли какие-то моменты, когда вот этого ничего не было. Кстати, разрастается местная мини-свалка не только в горизонтальном направлении, но и в вертикальном. Так под окнами дома номер 6 растут настоящие чудо-деревья. Как в стихотворении Корнея Чуковского. Не листочки на нем, не цветочки, а чулки да башмаки. На момент съемки мы обнаружили там даже подушку. Тут гораздо красочнее. На деревьях эти вещи, на ветках. То есть вот так вот вспоминаю, даже вот это вот было. На деревьях, судя по всему, то, что не долетело до земли. Исходя из этого, можно сделать вывод, мусор бросают вовсе не прохожие. Подтверждает это и характер отходов. Это пакеты из-под кефира, майонеза, молока. Гуляю каждый день, и каждый день боюсь, что кто-то вывалит мне на голову что-то. Самое главное, что когда в основном ходит утром-вечером народ, я не видела, что кидали. Это, вероятно, кидают вечером. В том, что мусор летит не в мусорный контейнер, а в окно, виновата, вероятно, не только воспитание. Ближайшие баки расположены через проезжую часть с оживленным движением. Что ж, как мусор на этой улице оказывается, более или менее понятно. Теперь попытаемся разобраться, как мусор должен исчезать. Жители заявляют, они не раз обращались в управляющую компанию. Обращались уже несколько раз, требовали, чтобы у нас уборщицу или дворника нам дали. Ну, как говорится, вот и ныне там. Вот около того подъезда уже сама вот убираю. Поэтому там нет мусора с той стороны, потому что окна у меня на ту сторону выходят. Вот вечером выхожу и убираю, потому что стыдно перед прохожими. Обратились к представителям компании и мы. То, что мусорные баки расположены крайне неудобно, там признают и попробуют перенести. Правда, потребуется согласование санэпидемстанции и экологов. А вот с мусором все не так просто. Директор компании отмечает, жильцы отказались платить за уборку данной территории. Закон оказался на их стороне. В декабре месяце группа домов, собственники многоквартирных домов обратились в прокуратуру о неправильном начислении квартплат и уборке территории муниципальной собственности за счет средств собственников многоквартирных домов. Прокуратура, выйдя на место, проверив факт, выявила, что в действительности данные территории находятся в муниципальной собственности. Это, например, уличные территории, подъездные пути к домам. И в декабре же месяце выдала представление об административном правонарушении. По словам директора УК-центр, чтобы выполнить предписание прокуратуры, компания вышла с письмом в администрацию города и Ленинского района, чтобы территорию передали на баланс города. Однако в администрации Ленинского района другая информация. Официального обращения к нам не было. Управляющий компанией «Центр». Было представление прокуратуры Ленинского района по содержанию тротуаров на улице Ленинградская и Дзержинского. Да, эти тротуары будут закреплены за городскими предприятиями. Иными словами, территория ничья и мусор ничей. Единственный выход на данный момент – придерживаться принципа «раз не убирают, лучше не мусорить». Только вот у жителей это получается не очень хорошо. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. Пожарная тревога раздалась сегодня в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов города – Мадагаскаре. Сотрудники центра покинули рабочие места и вышли на улицу. За дело взялись спасатели. Так, по запланированному графику, начались пожарные тактические тренировочные учения МЧС. Рабочий день сотрудников развлекательного центра Мадагаскар сегодня начался непривычно рано – в 9 утра. Только вместо того, чтобы приступить к своим прямым обязанностям, они все как один по сигналу покинули здание. К выполнению задания приступили подразделения МЧС. Пожарно-тактические тренировочные учения в Мадагаскаре провели впервые, но согласно запланированному графику, так как он является торговым центром с массовым пребыванием людей. Первый стол на тушение был подан буквально в течение пяти минут, хотя это представляет четвертый этаж. Высота достаточная, было задействовано 8 руководных магистральных. Но, тем не менее, задача нашли, состав справился. На пожарные учения ушло около получаса. Совместная работа сотрудников центра и спасателей удовлетворительная, отметили специалисты МЧС. Чтобы и в будущем действия всех служб были согласованы и отлажены, такие учения будут проводиться регулярно. Ведь, как говорится, легче предупредить, чем устранить. Ольга Алексеева, Оксана Александрова, Евгений Анисимов, Республика. Вместо строгих костюмов – спортивная форма. Каждый год чувашские чиновники сражаются за медали и кубки спартакиада органов власти. Очередной летний этап состоялся в Красноармейском районе. Сюда съехались более 500 человек. В состав команд вошли и члены правительства, и рядовые специалисты. Мини-футбол, гольф, комбинированная эстафета. Чтобы команда одержала победу, необходимо было заработать как можно больше баллов. Сотрудники министерств и федеральных ведомств и районных администраций в этот день были по разные стороны баррикад. Правда, по мнению болельщиков, самыми активными и азартными были представители законодательной и исполнительной власти республики. А вот команды федеральных отделений по Чувашии не могли похвастаться ни количеством, ни активностью. За перипетиями спортивных баталий наблюдал мой коллега Дмитрий Ковалев. Из кабинетов сразу в бой. Три точных выстрела и вперед к финишной черте устремляются самые быстрые члены команд. Истафетную палочку принимают велосипедисты и бегуны. Снайперов на этой дистанции болельщики поддерживают громче всех. Ведь именно от их меткости зависит успех целой команды. В некоторых сборных оружие решили доверить прекрасной половине. Капитаны не прогадали. Сотруднице администрации главы региона удалось поразить три мишени только с одним промахом. В свободное время расчетливый бухгалтер отрабатывает свои навыки в тире. Пока рядовые специалисты стреляли и бегали, их руководители играли в гольф. Абсолютные лидеры прошлогоднего этапа в лузы били так же метко, но на поле появились и новые чемпионы. Некоторым без труда удавалось одолеть самые сложные дорожки. Хотя капитан и команд были готовы и помогать друг другу. Удачу многим участникам приносил и вот этот розовый мяч. Словно заколдованный он подавался даже новичкам. Главе комитета чрезвычайных ситуаций удавалось попадать этим шаром в лузы из первого удара. Впрочем, первого места завоевать ему не удалось. Мы же не спортсмены, не чемпионы, не профессионалы, а любители. Но в то же время надо показать пример. Тем более мы первые, мы вышли первые, ну тройка. И чтобы остальные поддержали мячик, передали по эстафете уже Мининформ политики. Мужская сила решала все и в состязаниях по перетягиванию каната. Первые золотые медали завоевали сотрудники УФСИНА. Против этой команды не нашлось приемов. Богатыри не оставляли шансов никому. Крепкими орешками оказались и представители налоговой службы. Финальная схватка затянулась. Победа едва не досталась именно фискалам. Боевой дух некоторым командам поднимала музыка. На привале Министерства информационной политики и вовсе играл граммонист, главный редактор местной газеты. Самая музыкальная и молодая сборная настроена только на победу. По итогам прошедших этапов они уже наступают на пятки признанных лидеров. Но такая конкуренция еще больше сплачивает коллективы, даже если они работают в разных отраслях. Конечно, нам приятно, что чиновники занимаются физкультурой и спортом, потому что здоровый человек это больше пользы пронесет нашему государству, в том числе на рабочем месте. Сегодня практически минимум курящих, максимум занимающихся именно физкультурой и спортом. Впереди еще два этапа. Чиновникам предстоит сразиться в соревнованиях по плаванию, турнире по волейболу и легкоатлетической эстафете. Итоги спорта Киады подведут уже осенью. Медриковалев и Александр Петров. Республика. Известный рэпер Джиган исполнил свои лучшие песни для чебоксарских фанатов. В столицу республики артист приехал ненадолго всего, на несколько часов. Правда, и этого времени ему хватило, чтобы отыграть концерт и встретиться тет-а-тет с поклонниками. Встреча проходила в торгово-развлекательном центре «Каскад». Сегодня в торговом центре «Каскад-Сити» проходит беспрецедентная акция вместе с бутиком «Блэк Стар». К нам сегодня приезжает специальный гость из Москвы, певец поп-направления «Джиган». Сегодня абсолютно все посетители, которые зайдут в вновь открывшийся бутик, смогут получить его автограф. И в дальнейшем ТРЦ «Каскад-Сити» будет вас всегда радовать такими сюрпризами и такими интересными гостями. Гость поистине интересный. О себе «Джиган» заявил громко, спев дуэтом вместе с Анной Седоковой. Четыре года назад трек «Холодное лето» признали абсолютным лидером продаж в мобильном контенте. Вообще, артист часто поет с кем-то, и реже один. Рэк-куплеты «Джигана» засветились в синглах Юлии Савичевой, Жанны Фриске и группы «Дискотека Авария». Благодаря этим хитам певца не раз признавали обладателем престижных музыкальных премий. Впрочем, сам рэпер отшучивается, что совместное творчество ему помогает преодолеть одиночество. Я вообще не люблю одиночество, поэтому я читаю с поп-исполнителями. Сейчас артист трудится над записью второго по счету альбома и активно гастролирует. В Чебоксары он приехал из города Кемер. С фанатами рэпер общался долго, фотографировался со всеми желающими и щедро раздавал автографы. Увидеть достопримечательности Чебоксар удалось только из окон автомобиля. Дав концерт в Чувашии, «Джиган» улетел в Киев. Анастасия Масляева, Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Более 30 банков и финансовых компаний в 20 странах мира. Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью. Предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и Африки. На российском банковском рынке группа ВТБ занимает второе место по всем основным показателям. В нашей республике компания работает уже 15 лет. Формулу успеха Чувашского филиала банка внешней торговли вычисляла моя коллега Татьяна Трофимова. А я с вами прощаюсь. До завтра. Компания ВТБ безупречно показала себя перед клиентами в кризисное время. И с достойными показателями подвела итог за первое полугодие текущего года. Всего за шесть месяцев 2013 года банкам ВТБ в Чебоксарах, предприятиям региона, предоставлено кредитов на сумму 3 миллиарда рублей. Это примерно в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом. Корпоративная ресурсная база на 1 июля 2013 года составила 1,7 миллиардов рублей. В настоящее время наш филиал чувствует себя достаточно уверенно. Наш здоровый портфель приблизился и перевалил за отметку 4 миллиарда. Наша основная цель, естественно, это качественные заемщики в первую очередь. ВТБ одна из самых дешевых баз кредитных ресурсов. Индивидуальный подход каждому заемщику. У надежных клиентов есть возможность получить кредит с ставкой даже менее 9%. Мы работаем с крупным и средним бизнесом. То есть, еще раз говорю, с урочкой больше 300 миллионов. Это наш конек. Корпоративное кредитование – это то, на чем мы зарабатываем. И это и составляет основной наш портфель. В клиентской базе ВТБ более 500 корпоративных клиентов. Около 200 из них – предприятия крупного и среднего бизнеса. Среди друзей компании – только надежные партнеры. Внедряются очень интересные подходы к кредитованию. Улучшаются внутренние процедуры. И, соответственно, это помогает нам хорошо расти. Мы снижаем бюрократию. Стараемся быть более клиентоориентированным. В планах ВТБ в городе Чебоксары – сотрудничество с правительством Чувашской республики по финансированию крупных проектов. А если говорить уже о достигнутых результатах, ВТБ «Капитал» – дочерняя компания ВТБ – выиграла тендер на размещение облигационного займа Чувашской республики на полтора миллиарда рублей. «И все же главная победа и гордость компании – это команда профессиональных единомышленников», – подчеркивает руководитель офиса. Корпоративный дух, традиции и доброжелательная атмосфера в коллективе – формула успеха ВТБ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова